Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сейчас я пришла в салон красоты, будем делать коррекцию. Вы мне помните, раз, раз, я сегодня даже брови не красила, вообще ничего, так выскочила из дому. Так что вперед из песни, Уляночка, да? С Богом! Да, опять я с большими губами. В этот раз анестезия настолько хорошо взяла, что, вы не поверите, я, когда она начинала татуаж губ, я еще чувствовала, это так нормально, я думала, что, ну, не взяла крем, ну, крем сильно не берет, и все, я уснула. Вы представляете, мне делали татуаж губ, я спала, я только под конец просыпаюсь, думаю, Юля, ты что, уснула? Потому что глаза-то я чувствовала, ну, они, понятно, что работает анестезия, но когда начинаешь смывать, то уже потом начинаешь чувствовать это все. Ой, так что я опять обновленная, и оно будет стухать, наверное, дня три, буду пока с таким в бенсе выходить. Я говорю, Уляночка хочет что-то за салон сказать. Говорит, Юля, у нас в салоне даже названия нет. То есть мы зарегистрированы официально, все. Ну, говорит, мы даже не заморачивались за это. У нас много клиентов постоянно приходит, говорит, я 15 лет делаю ногти, 7 лет делает татуаж, у нее помощница тоже делает пятикюр, маникюр, я так поняла. Так что, если нужно будет контакт, обращайтесь, я вам дам телефон. Живут они, сейчас вам покажу, какая красота, открывается с их двора. Главное, Юля сказала, живут. В салон находится, видите, напротив чего? Напротив этой горы с рестораном. Да-да-да, это НЛО, это ресторан, сейчас он не работает. Может, уже, в принципе, возобновили, но когда-то он крутился, то есть за полчаса он делал полностью весь поворот, и можно было увидеть салон там. Мы с вами туда шли, а не с той стороны что-то делали, а не ремонтная работа делать. Я подумала, кто-то и переселяется. Я зашла к ней где-то без 15-10, и сейчас 4.35. Да, ну, потому что стрелка широкая, знаете. Видите, для деток такая площадочка, одна-вторая, и Океанус колледжи. Вид, конечно, красивый на горы такие. Чтобы вы понимали, если кто-то шофер, чтобы вы не удивлялись, если вы ездите по Юн-Джу-Юл, и вам нужно просто по прямой проехать, у вас это не получится, вам нужно будет завернуть вниз, проехать вот столько, то есть почти весь мир, чуть ли не до аквариума, видите, с правой стороны аквариум. Обычно сюда ходят на море, ну, то есть подъезжают к Мигросу, остановки, идут вниз к морю, и там, в принципе, хороший даже заход. И все, и теперь подняться наверх. Раньше было просто, ну, на кольцевой, сейчас сделали другую, как сказать, развилку, и вот все машины, автобусы должны ехать вниз. Здесь такая себе поляночка. Подождите, а где? А вот это же парк, кино-звезд, скажем так. По целой аллее находятся все фильмы, которые получали турецкого Оскара. И вот здесь съемочная группа стоит. А это пирамида. Нет, не Ахеопса. Это здесь проводится ярмарке, всякие фестивали. 25 лир инжир, виноград 25, я таких еще цен не видела, 10 черешни. Ой, ну, мне кажется, эти никакие. Вот я такие кабаны, что-то даже будешь брать. Черешни, ярым, помните, ярым, полкилограмма 15 лир. Нет, это уже все, они, ну, за слишком. И просто завтра пойдем на база для сравнений решила посмотреть. Могу насмотреться на своих губени. Да, отходит уже анестезия. Вот, уже чувствую их так немножечко. Но в этот раз, конечно, полегче, чем первый раз. Все-таки коррекция только была. Слушайте, у нас отели так подорожали. Я вот договаривалась с девочкой. Ну, вот этот отель дал с одного человека в цену 250 лир. А так вообще 300, 400, 500. 300 даже нет, по-моему. Колесопера еще дороже. Ну, РСО тоже, в принципе, цены так себе нормально держит. То есть я немножечко офигела. Каждый сезон по-разному. Здесь я даже не спрашивала. Надо будет зайти спросить, сколько у них сейчас. А сейчас быстро зайду. Все равно здесь. Вот, отель стоит, если один человек, 350 лир. Если два человека, 450 лир. Но это до Байрама. Уже после Байрама. И во время Байрама будет дороже. Выезд в 12 часов дня. Заезд в 2 часа дня. И завтрака нет. Потому что я говорю, подождите, у вас, по-моему, больше была вот эта часть. Англии, да, там было для завтрака. Сейчас мы переделали в комнаты. Вот. И здесь они сделали такую терраску. Мне понятно, что вы можете что-то купить, посидеть здесь, поесть. Но так, в принципе, не рассчитано с завтраками. Всем привет. Второй день после татуажа. Глаза вообще очень сильно вспухли утром. Я даже не снимала, потому что это страшно было. Сейчас немножечко полегче, но все равно левый глаз, знаете, как у пирата. Такое ощущение, что он закрыт наполовину. Ну, в разных частях по-разному реагирует кожа на татуировки. Губы еще припухлые. Я прям, ну, постоянно мажу их вазелином. Брови я ничего не делала. Даже сейчас вот не подкрасила. Так выходила из дому забыла. Я пришла на базар. Я вчера смотрела фрукты, почем продаются у нас в городе просто, если вы гуляете. И почем они на базаре. Сравним. Единственное, что я думаю, все равно не будет очень дешево, потому что скоро Байрам, через пару дней. И поэтому, ну, всегда перед Байрамом, так же, как перед Новым годом у нас, немного взвинчивают цены, чтобы заработать. Вот эти по 3 лиры, а вот эти по 12. Базар, как всегда, начинается с цветочков. Лед, видите, что делают? Очень жарко. Но сегодня даже нормально, вы знаете, не очень жарко. Сейчас 5 часов. Да. И вот, пожалуйста, наливать вам сок. Какой-то сироп. Это я так себе термос вложу, лед, и наливаю водичку, и пошел. Так, помидоры 7 лир. Огурцы. Огурцы. Это 10 лир. Салат, алик, не когда? 10 лир огурцы. Тут чуть-чуть. Так, 5 лир. 12 лир. 12 лир. Укроп 2 лиры. Будьте ли, а дуром? 7,50 лир. Вот эта зелёпуха. Так, это вишни. Вишни. Да, да? 12,5 лир. Эти 12,5 лир. Но эти, походу, классные. Так, дени 10 лир. Подождите, это дени? Да, просто какие-то интересные. Бананы 18 лир, виноград 10. 8,50 лир. Бананы 8,50 лир надо? По 5 лир тогда уже можно будет разбирать. Деш, ты ли? Беш, ты ли? Он может и лазать. Деш? Деш. Вот такие по 5 лир. Видите, они не очень удачные. Ну, посмотрим. Я иду на второй этаж, поснимаю на канал Украиночка и у турецчини, возможно, они спустят цены. Потому что, ну, обычно вот такие продают по 5 лир. Ну, много людей. Видно, знаете, в обед никто не идёт, потому что жарко. Так, мы крутим. Так, лук 7,50 лир, лук 10 лир. Это что за цены такие сейчас? Ну, это перед барамом. Бибе 6 лир. Вот бибе, перец. А эти 6 лир от жур. Видите, какой перец. Аджиме? Да-да, это острый перец. Вот этот аджур. Напишите кто-нибудь, что с ним будет делать. Я никогда не... Может, я даже ела, но я не знала, что это такое. Хабак 5 лир. Паплоджан 5 лир. Так, помидоры 5 лир. Это у нас... Слушайте, я не знаю, что это у нас. Я не поняла, что это. Напишите, кто знает. А, ну хут, ну хут. Да, смотрите. Он же, когда сухой, да, ну как... То он такой круглый, большой. Это такое. Представляете, я даже не знала, что таким тоже его используют. Огурцы 5 лир. Паплоджаны 5. Деньги 5. И 10. Одна штучка. Гинлюк. Ювка. 6 штук 20 лир. 4 штуки 14 лир. Когда-то была ювка по лире. Ну вот так лежит, конечно, масло в такую жару. Я не знаю. И сыры тоже. Вот если вы там будете ходить, то там все в холодильниках. Понимаете? А здесь целый день на улице в жару. Я бы не советовала. 6 лир. 8 лир. Ага. А картошка? Не когда? Потапис. Смотрите, это 12 лир. Это 9. Хотелось бы. Сют мастер. Так, кукурузка. Зачем цену писать? Правда? Надо написать, как называется, потому что вдруг мы не в курсе, что это кукуруза. Грибочки продают. Так. Здесь. Шефтален. Потому что так написали. 15 лир. Груши 15. Вот эти зелёбуха. Вы скажете, Юля, там 3 были. Там они уже не зелёные были. Они же любят как раз-таки солькое, зелёное, не сладкое. Картошка. Зачем писать цену тоже? И когда? 12 лир, если я не ошибаюсь. Лимон и 20 лир. Слушайте, недавно только были 8 или что. Хоч был дуг? И ем, цен? 15 лир. Что такие маленькие? Он ларчал кучук. Ааа. Он говорит, если большие, то одна штука. 100 лир. Говорит, так вообще они 40 лир, но из-за того, что маленькие 15 лир, но там же самое главное серединка, что там останется. То есть она маклюет. Он говорит, вообще эти по 10 лир продаются, но я по 5 лир даю. Не знаю. Я в Китае, после Китая понимаю, что это большой фрукт должен быть. Всё. И мне не докажете ли чём. Он должен быть огромный. 2 штуки, 25 лир. Да, я вижу, что хорошие, классные. Ну, здесь, видите, закончился базар и всё равно умудряются продаваться на машинах. Скажите, одна штука 8 лир. Он подложил. Я не понимаю, что такое 8. Я спрашиваю, что 8. А он говорит, сейчас переведу. 8 лир, одна штука. Ребята, нет. Я, слушай, это такое чувство, что я где-то надолго улетала, знаете, прилетела. И сейчас мне вот эти цены говорят. Мамочка. Так, килограмм 30 лир, 20 лир. Нет, лучше в магазине, честно. Тут, может быть, перепаленные. Я уже пару раз взяла и поняла, что нет, лучше в магазине. Если вам интересно со мной гулять, если вам интересно то, что я вам рассказываю, полезной информации, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии и рассказывайте своим друзьям.